Писатель, который написал рассказ про Фалька, он говорит, что он на самом деле ничего там не выдумывает. То, что он потерял память, это вот связано именно с его жизнью, что это как бы даже не от писателя зависит. А на что Фальк говорил, что если бы вы смогли управлять моей судьбой, да, там написать что-то, тогда мне в этом мире жить уже не имеет смысла, потому что другой человек может как бы написать мою судьбу или любого другого и как бы мир уже будет не такой. Ну а какой урок? Ну урок такой то, что всё может произойти, можно лишиться всего, чего самого основного, можно и не лишиться. Тема такого гармоничного развития, о том, что это нет смысла, точнее не знаю, смысл или как это назвать, если выпячивать какую-то одну черту, всё время по сравнению с остальными, не знаю, гордиться исключительно тем, что ты хорошо делаешь, ну это как-то, да, очень одностороннее получается развитие, и единственный способ, наверное, это компенсировать, это вот эта высокомерия, там, тщеславие. Ну вот, а рецепт это, да, стараться развивать. Другие стороны личности тоже. Что, если решить у вас основного, вашего преимущества, да, там, вы писатель, художник, музыкант или ещё что-то, то что вы будете из себя представлять, когда всего этого не будет, всех ваших знаний? Что вы такое? Вот. Ну, как бы, мы не как бы всерьёз обсуждаем именно печальные события, произошедшие с Фальком, то есть потерю памяти и так далее, ну, на мой взгляд, он здесь второстепенный герой, и всё-таки больше внимания мне бы хотелось вот лично уделить писателю, поскольку в нём больше положительных качеств, которые мне нравятся. Вообще, ну, для меня лично вот урок из этого рассказа, что нужно всегда оставаться людьми, несмотря на какие-то вот такие вот события между этими друзьями, несмотря на эту Ленору, которая там вообще растворилась потом. Ну, где она теперь? Женщина. В общем, хочется донести эту простую мысль, что, ребят, давайте не будем животными, будем всё-таки уважать мнение друг друга, и если ты в себе не уверен, то не надо нарываться на какие-то правопоциальные штуки. Я вот понимаю, каждый о своём тут говорит вообще. Начнешься. Тогда тоже о своём, нормально, да? Я хочу продолжить мысль Антона. Ты сказал про то, что большинство людей живут так, как будто у них нет... Нет, как будто, что было бы, если бы людей лишили основного преимущества, да? Ну да. Мне кажется, вот мне просто кажется, что большинство людей, в принципе, живут так, как будто бы у них нет основного преимущества. Ну, потому что они как бы забивают, подзабивают на своё основное преимущество. Ну, там, для того, чтобы денег заработать, например. Вот живёт человек, много лет ходит на работу, он, допустим, может заниматься, грубо говоря, организаторской работой, там, а вместо этого, там, чё, занимается не своим делом, грубо говоря, инженерией. И чё, и кому от этого хорошо? Он инженер плохой, ему плохо, потому что он на своей работе. И таких людей большинство. Я думаю, что основной урок заключается в том, что, как сказала Вики, нужно заглянуть в свою чакру, в сердце и спросить себя, что я чувствую для себя основным преимуществом? Вот что для меня основное преимущество? И что, и вы знаете, самое интересное, что когда ты начинаешь задавать себе такой вопрос, я по своему опыту знаю, Вселенная начинает тебе содействовать. Потому что она хочет, чтобы ты развил своё основное преимущество на благо людей. Ну, это вот как вот притч про талант. Тебе взросли, тебе дали там три зерна, ты посадил там три зерна. Одно взросло, другое нет, третье там ты недоудобрил. Ну, другое дело, что там не всегда у таких историй очень весёлый конец. Ты можешь заниматься там своим любимым делом и жить всю жизнь как Гоген там, я не знаю, в нищете, на то на острове или там как Лан Гокси до уши резать. И при жизни никогда не получить признание. Но ты при этом всё равно чувствуешь, что занимаешься своим. И плевать на самом деле, что там другие тебе говорят. Плевать там, что говорят, надо зарабатывать деньги на это, там, ещё чё-то, чё-то, чё-то. Главное слушать, что ты хочешь. Слушать сердце. Вот ещё я знаю в кубродинском языке есть такое выражение «гупсес». Вот, это у меня просто подружка из Кавказа, я знаю это слово. Но оно переводится как «думать сердцем». Хм, классно. Ну, если к Юле добавить, то я тоже согласна об этом. И действительно важно выбрать то, что тебе будет внутренне давать радость. Потому что, благо, они могут быть удобными, приятными, комфортными, но вот это вот ощущение наполненности не давать. И просто не соглашаться всю жизнь страдать. Много есть людей, которые изначально соглашаются, что они всю жизнь так подстрадывают. Даже не посолят это, возможно. Вот, а по поводу какой урок, наверное, ну, понятно, тут каждая себе говорит, что прислушиваться, наверное, к мнению других людей относительно твоей личности. По крайней мере, не отбивать сразу, как мячик. Потому что это настолько неприятно, я согласна, что в тебя вмешиваются. Но это может быть полезно. Хотя бы пытаться услышать нескольких людей. Возможно, они говорят об одном и том же, и тогда это может быть правда. Потому что, если этого не делать, то, как бы, судьба про тебя напишет книгу, напишет какую-то главу, она будет написана. Пока она еще в процессе, как бы, как сказать, вымысла, да, ты можешь что-то изменить. Но когда ты, как бы, не берешь, не используешь какие-то уроки для своего развития, не видишь их как уроки, то про тебя пишется глава. И она может быть неприятная. Она может быть, как вот про этого человека, когда, ну, как бы, самое ценное забирают. Но, опять же, это делается не с целью проучить, а именно научить. И поэтому я думаю, что вот в этом плане, наверное, я не знаю, там, на что мы влияем, на что нет. Но если говорить о том, на что мы влияем, наверное, о том, чтобы заранее... А в канун здесь, да? Нет. Чтобы заранее замечать знаки, как бы, судьбы, на которые ты можешь обратить внимание, и как-то выстроить свою жизнь более настоящей, более приближенной к естеству какому-то, да, как бы природа, она естественная, так и, наверное, человек может стремиться к этой естественности. Вот как-то так. Чего сказать, ну, я согласна с Юлей и с твоей, по-моему. Сан-земь. А если я буду говорить что-то своё, я буду рассказывать, что там обсуждались, как обсуждались типа магические способности автора. Ну, о поэтах мы не говорим, они сами по себе там, во, этот плот из глуши прорицательствуют, профиты, но писатель, он тоже, оказывается, может быть, ну, как Бог пишет главу, и это осуществляется. И поэтому я думаю, что сейчас об ответственности конкретно писателей, что пишут они о героях хорошие, потому что бедный фальш, чего мы на него тут набросились. Он есть, какой он есть. И измениться ли он на потерях памяти, я не знаю. Он же так и останется таким недоумком, и не будет больше не интегрировано с очами, даже вообще с девушкой. Вы не познакомите. И о том, что даже когда мы думаем о друзьях, о близких нам, о людях, которые, ну, мы знаем кое-что о них, мы можем отследить процесс их судьбы, и мы должны думать хорошие о них. То есть, не такое, если у него сейчас все в швах, то, значит, будет совсем об он в конце. Я поняла, я вижу. А надо думать о хорошем, и не только о людях, и вообще о более процессах, и там, что происходит в контексте страны, между странами, и всякое такое. То есть, как бы, жить с надеждой и с уверенностью, что все, все хорошо. Как говорил Слава, я заняла его почетными почетами. Тут был такой душный рассказ, прям какие-то конфликты, чего-то, и он говорит, а мы живем в хорошей стране, и у нас жизнь хорошая. Вот типа вот такое, что изнутри был какой-то позитив и ориентация на хорошие в мыслях и видение будущего для себя и для других. И вот и будем писать в голову с такими хорошими терминами, на хорошем листочке, без всяких кляксей. Вот, все. Какой урок раз учат? Какой урок или рецепт для жизни я могу вынести из этого рассказа? Ну, мне кажется, тут можно еще сказать, что даже если про нас напишут книжку, мы все равно не изменимся. И это типа уроки. Думаю, мне вспоминают первый вопрос, который я попала. Хочу ли я, чтобы мне написали книгу? Я, наверное, не хочу, чтобы мне написали книгу. Потому что мало ли что. Уж лучше я сама буду писать свою книгу, даже без записи. А в смысле проживать свою жизнь осознанно, с радостью, с принятием все, что есть, и с надеждой, с позитивом на будущее. Вот в таком смысле писать свою книгу. Ну, кто тоже такой вопрос? К вопросу? К вопросу. Не к вопросу, но ладно. Где там палка? Я не хотела бы, чтобы про нее написала книгу Дарья Донсова. Я бы хотела, чтобы про нее написала книгу Селлинджер, например. Или Дмитрий Быков. Убила. Нет, Селенджер, потому что ты говоришь, что не Селенджер, а там в каждый раз проживаешь новое событие. То есть надо подбирать автора моей биографии и религию, может быть, и там какой бог, соответственно. Короче, я в Шраббана каком-то собрании мне. Вики, пойдешь, пойду, хотя что-то не думаю, Керина, что-то хотелось. Какой-то индийский обряд, там по ведам читают, сколько ты живешь и Криса, возьмешь правой рукой. Мы все это делали там, всем стихиям, то-то, все-то в журведах. А потом пели манты и я. Ну, с почитанием, да, в углублении там портрет индийских гуру, неизвестных мне даже вообще. А потом я решила, ну, сели там кушать. Как называется это? Прасадки. Но это не Хари Кришна. Не Кришна эти, а чечевица и рис такой с сафраном. Божественно. И я с благовением среди этих святых. И вдруг там задали, девочки, хотите поговорим по вопросу, что такое найти духовного учителя? И начали каждое свое. Оказывается, они там собирают нас четко, да, последнюю мантру. Следующую. Переходим там четко на санскритском. А все они в поисках учителя и сами не знают, как жить и в какой главе книги они находятся, свои или кто о них пишет. Вот. И я к чему? Я к тому, что найти себя, это самое главное. Ну, религия, автор, который я буду писать, друзья, которые обо мне знают. Но самое главное, я автор своей, несомненный автор своей, как сам Расиб Мам писал, быть несомненным автором своей жизни. Да, и приняты ответственно за счет, что происходит. И, конечно, вносить что-то новенькое. И я им предложила, там, типа, разстановки. В смысле, не думала уже много. Да, любви оптики. Каждый из вас режиссер. Вот тут кастинг. Движ человек кастинг. Выбирайте, кто будет проиграть, какой-то ваш отратил. И ничего, проиграли. А потом танцы даже начали танцевать вокруг этого священного огня треугольничьего. Я думаю, это вообще стоит такое. Насколько это не нарушаемые индийские развития. Ну и что, танцевали, кружили, скрутились. И мантры пали. Ну, вообще, не обращать внимание на свои какие-то... Ну, вот, то, что тебе дала природа, да? Потому что он тут явно показывает, что вот эта память, она дана этому человеку. Он ее не развивал никак. Просто у него такие свойства. И она забирается так же просто. То есть, ну, где тут вообще я, да? Если мне даются какие-то свойства, качества и так далее и тому подобное, я ими пользуюсь в жизни тоже как бы не выбираю, как пользоваться. Потом их забирают, и тоже я это не выбираю. Ну, то есть, вот... А можно я сначала? Вот так по кругу. Какой круг раз идет? Нельзя. Вот так. Девятый круг, да. Я уже добавляла. Кто хочет, добавить прям что-то прям вот интересное. Так, я думаю, кто-то есть. Нет? Нет? Давай. Так. А, ну вот, меня немножко смутила такая позиция, что если тебе что-то дали, то это нужно обязательно прям развивать. Ну, бывают люди, мне кажется, обладающие способностями в нескольких ипостасях, в каких-то направлениях. Это не значит, что он должен все их развивать. Ну, и вообще как бы смотреть на память как на какой-то инструмент, который тебе дали, и ты должен обязательно во благо его использовать, там, развивать и так далее. Ну, это как если бы я утром вставал и такой, во, ноги, ноги. Буду сегодня прям ходить буду. Вечером ложу и думаю, находил, находил, вот, красавчик. И если отнять у меня ноги, то я как бы только потом пойму всю глубину, всю красоту обладания ногами. Ну, как бы, да, в целом понятно, но это же не значит, что я должен как-то к ним особенно трипот относиться. Ну, прям развивать колени свои. Хотя я люблю свои колени. Я все. Ну, не по делу, простите. Это же пошел. А я думала, как он рассказал. Если что, то отнимается. Там рассказывается про человека, который очень долго хотел стать музыкантом. Он учился с Буном в одном классе. У него была рок-группа, как у Бона. И они выступали на тех же самых фестивалях, что и Бона. И, в общем, он просто даже поехал потом в Дублин, как и, внимание, Бона. Вот. И в итоге у него ничего не получилось. Он взорвал на себя волосы. Он прожил там, я не знаю, два ужасных года. Думаю, господи, почему у Бона получилось? Он был тупой, как пень, а у меня нет. И в итоге просто ему пришел ответ. Ну, там на презентации фильма выступал такой Скляр, Фёдор, по-моему, его зовут, языкант. Он сказал, просто эти вещи приходят. К вам приходят все, что вам нужно. То есть те, что вам нужно, оно к вам приходит. Просто оно приходит к вам в другом виде. И к этому парню пришел успех, который он хотел. Как у Бона. У него был такой успех, но он пришел к нему, как к автору биографии Бона. Жил бы Фальк. У него была какая-то... ну, жил и жил. Вот. И независимо от того, встретил он писатель или не встретил. То есть потерял память он не из-за того, что кто-то написал про него письма, рассказ. А просто, если вот человек встречает предсказателя, и предсказатель говорит ему его судьбу, да. Там, что с ним случится. И потом это происходит. Вот кто в этом повинен, да. Тот, кто предсказал. Или просто предсказатель, он настолько хорошо видит человека, да, что может ему рассказать, что с ним произойдет. То есть не он его судьбу, да, создает. И в данном случае писатель тоже. Он как бы настолько хорошо увидел этого Фалька, что написал рассказ, там, объяснил. И с ним произошло именно то, что вот писатель увидел. То есть если бы даже он не написал этот рассказ, все равно бы с ним произошла там потеря памяти, да. А почему произошла? Потому что вот у него образ жизни такой был. И если бы там был художник, он бы увидел, что вот там своими поступками этот художник привел бы, ну, с ним бы произошло там одно событие, с писателем другое. Вот. И то, что есть люди, которые на самом деле видят других людей лучше, они просто умеют их видеть. И можно в это верить, можно не верить, но это вот такие вот силы, которые помогают видеть. Оказывается, автор сидит у себя дома и пишет, и все это там разворачивается судьбой. Двигаются... Персонаж? Персонаж, да. Как называется? Персонаж. Еще вспомнил Маркес «100 лет одиночества» в финал последних кадров, да, последние строчки. Ну, там то ли они любовью занимаются, там герои, то-то, все-то, а там задается... Турнадо, которое все насметет, и так и было записано в книге. Ну что, давайте рефлексируем. Пока пишет, вот это и есть. То есть, слово высказанное, а слово написанное. Что значит? Мысль даже не высказанная. Я очень-очень осторожна я позитив, чтобы устроить мир позитивным. Давайте рефлексия, порефлексируем, что хорошим мы вынесли сегодняшнюю встречу, и вот жанр может начать. Мне понравилось, что сегодня мы так полномерно тоже писали книгу этой встречи, все вот эти мысли так состыковались одна с другой, и так очень полезно. Чувство страха, потому что ты что-то сделаешь не то, то есть, ну, в общем, раскрывается такая вот глубина, какая-то вообще, в общем, радость такая. Попросить узнать свою судьбу, да, каким-то образом, но когда ты ее узнаешь, то в этом хорошего мало. Потому что либо ты будешь веришься этому человеку и будешь ждать, да, вот, когда же это произойдет, либо наоборот будешь ждать, что это не произойдет. И все это поменяет. То есть либо ты разочаруешься, либо за тебя это кто-то другой будет решать. В общем, да, разносторонне было, что каждый высказывал какой-то свой кусок. По сути, кусок общей картины, которая, в общем, очень так хорошо сложилась в один образ, на мой взгляд. Потому что, например, многие высказывали те мысли, которые я тоже, в принципе, с которыми я согласен. Что-то просто не сказал, потому что не считал там первостепенными там что-то, просто потому что... На мой взгляд, картина получилась очень целая после сегодняшнего обсуждения именно в плане всяких вот их взгляда на развитие личностное, гармоничное. Мои положительные впечатления сегодняшнего... Нет, нет. 40-50 какой-то встречи. А, классные встречи. Хорошо. Все понравилось. Как обычно. Все хорошо. Ну, можно же только о том, что понравилось? Да. Обязательно о том, что понравилось? О том, что не понравилось? Нет, только о том, что понравилось. Заввалировано. Понятно, что воистывающая личность, тем не менее. Серьезно, это не так, на самом деле. Только и хорошая. Ну, не. Мне дико понравилось, прям, что многим из присутствующих нравится верить в то, что есть провидение, там, судьба и все это. Все это круто. Вот. Я прям люблю такие штуки, когда люди всерьез об этом говорят. Я их понимаю, прям, и поддерживаю всячески. Спасибо. Мне нравится, когда Томан идет всегда. И мне понравилось, что было близко к тексту. То есть мы обсуждали вопросы, связанные с героями. То есть не то, что какие-то абстрактные вопросы возникающие. А вот именно привязанные к тексту, по-моему, это придает такую содержательность. И узконаправленность не всегда тоже плохая. То есть какие-то детали высвечиваются интересные. Но я, как всегда, просто узнала еще кое-что про себя. Только думала над каким-то вопросом. Спасибо. Ну, я рада снова вернуться в этот кружок. Ну, а кому? Спасибо. Мне тоже очень приятно и интересно. И очень не хватало, конечно, такой компании. Ну, на самом деле. Потому что здесь как-то вот находишься, так вот прям хорошо. Не знаю. Сложно иногда это вычленить, от чего именно хорошо. Ну, вот прям хорошо. Хотя, в принципе, не знаешь людей. Кто это за люди? Вот чем они в жизни занимаются? Вообще ничего не знаешь. Ну, так, можешь прокалты там в Фейсбуке? Ну, опять же, не факт, что они такими являются. Да. Но, тем не менее, здесь ты чувствуешь себя комфортно, находясь с малознакомыми людьми. Потому что как-то видишь, что все пытаются искренне, ну, как-то раскрыться, да? И вот этот в центр наш, стола, вот эти вот свои откровения, более-менее мысли поместить. И от этого как-то вот, ну, действительно, ты, ну, действительно, что-то пересматриваешь, какие-то вещи, о которых бы не задумывался, будешь там на диване или общаясь по принципу Соловьева. Вот, а тут как-то получается это делать. И тут это как-то мягко. Вот я бы сказала, что здесь для меня сегодня уже был, опять же, процесс саморазвития, но он так как-то мягко, никто тебя, в принципе, не принуждает, ты можешь задумываться, подумываться, какие-то выводы сделать. Спасибо. Как раз ценность проекта в том, для меня лично, что идет обмен мнениями, какая-то фраза и реплик, и даже слова в высказания другое запускает до некой, и в какой-то процес и получает се па нарастающие, какая-то общая крыльца не получает са раньше, как ни делали там общий качел, защо каждый уложил там. Благодарност, радост, там все, что есть хорошие. И я вам очень благодарна за это проект. Спасибо. Мне понравилось, что в результате обсуждения мы как-то поняли тему, по крайней мере, я понял для себя и лучше, но мне кажется, что многие поняли именно за счет мнений друг друга лучше, что было в рассказе и почему это было так. Ну и я рад, что пришел, так на него тоже. Рада тебя видеть. Может молчать приходить. Я вот с новой какой-то остротой почувствовала то, что переживала на первых встречах. Я сейчас пополно отрефлексирую, ладно? В общем, я заметила на двух уровнях, ну на двух плоскостях изменения в себе. Первый уровень – это реально ты настолько точечно разбираешь рассказ и с помощью всех этих мнений, что обогащаешься, твой разум обогащается по полной. И второй уровень – это мои какие-то внутренние ощущения, потому что когда мы отвечали на первый вопрос про хотел бы, я сижу такая самовлюбленная, я хочу почитать, я хочу про себя, про себя, про себя, про себя. А потом, когда прошли круги, ну вообще как бы об этом забылось. И вот ощущение, как будто все эти люди, они как-то вот в тебя по капельке погрузились, и спокойно стало как-то, ты особо там и не думаешь о себе, а уже тебе интересно именно со всеми этими людьми. Вот, огромное вам спасибо. Я прям сегодня, не знаю, почувствовала, что такое деятельность. Еще ходить будешь? Может быть, это разбитое окно, оно нам тоже подает какой-то камерный сцеп. Да, да, да. И сплощает так.